Ну что, дорогие друзья, врываемся мы на про серии с 12 сезона, комментирую для вас я, Дугин, ну и что, пятый игровой день, и сейчас мы будем смотреть за парой, это Эйн Фулл против команды G of Me. Ну и что, видим, у нас ребятки пока что распикиваются, видим, Эйн Фулл у нас уже успели забрать Тролля, также забрали Венжи Фулл Спирит, в бан они отправили Бристлбека, Джиггернаута, Сларка, и сейчас у них четвертый бан. В ответ у нас забрали СФа и Шейкера, в бан они отправили Виспа, Снайпера и Магнуса. Ну что, четвертый бан, Эйн Фулл, забанили Акса, ну, эти команды уже сыграли по одной игре в рамках про серии с 12 сезона, и, к сожалению, они проиграли, играли, по-моему, в первом игровом дне, ну и сейчас посмотрим, кто из них одержит победу. Начинается у нас четвертый бан команды G of Me, капитан команды Рома Аганим. Ну что, начинают потихоньку использовать дополнительное время, а мы просто смотрим, забанили у нас Батрайдера и потихоньку распикиваются. Ну, по пикам пока что что-либо трудно сказать, хотя вот СФ опять-таки залетел буквально в ферст пик. И интересно, это отправится какой-то миддл лейн, или же это будет фармящий СФ? Ну, а шейкер с Вингу, это без каких-либо изменений, это два саппорта таких, причем неплохих. Ну и сейчас ждем мы третьего пика. Ну и надеюсь, что стадия драфта очень быстро пройдет. Заходит у нас Даззл. Нужно все-таки спасать. Да, Акс у нас в бане, поэтому Акса мы не увидим от команды Эйнфул. Капитан команды Никитас, и сейчас он должен определиться со своим третьим пиком. Да, сегодня также нас ожидает еще одна игра, которая начнется в 19.30 по сету. Это плюс один по Киеву и плюс два по Москве. У нас там встретятся две команды, это команда Энза против команды ДПВЗ. Напоминаю то, что все встречи в рамках про серии с 12 сезона группового этапа проходят в формате Best of One, поэтому кто проигрывает, тот теряет драгоценные очки. А тем временем Эйнфул у нас минута 30 дополнительного времени остается, и сейчас им нужно скорее предпринимать решение. Все-таки еще будет три пика и парочку банов. Ну что, мы просто ждем. Пока что они с этим определяются. Минута 15, еще довольно-таки много, кстати. Нужно забрать еще саппорта, как мы прекрасно это видим. Нужно забрать также кэри и хардлайнера. Ну, скорее всего, тролль отправится именно на миддл лейн. Нынче модно, модно его брать и отпускать именно на миддл. Причем брать на ферст пик. Потому что или ты заберешь, или враг заберет. И заходит Феникс у нас. Ну, этот Феникс отправится в сложную линию, 100% причем. И чем же у нас ответит команда G of Me? Ну что, мы пока что просто ждем. Четвертый пик. Рома Аганим. Нужна какая-то стяжка. Можно попытаться взять какого-нибудь Дарк Сира, почему бы и нет. Магнус у нас в бане. Можно. Честно говоря, вот в растерянности, кого же можно все-таки забрать в качестве хардлайнера. Ну и заходит Queen of Pain. Все-таки Сэф у нас, скорее всего, будет фармящей. Потому что агрессивный на трипла с ним, мягко говоря, не очень. И поэтому он отправится именно фармить в легкую. Хотя, может, команда G of Me что-нибудь интересное придумают. Ну, очень скоро мы это узнаем. Инфол. Четвертый пик. Ну и поскорее бы, поскорее бы они уже это сделали. 53 секунды, кстати. Побольше, конечно, подумали. Насчет пиков, насчет банов. Ну, а мы просто ждем. Дополнительное время. Ну и что, 30 секунд. Никитас. Нужно забрать саппорта, нужно забрать керри персонажа. Ну и очень скоро мы узнаем, кто же это зайдет. Для команды Инфол. Уже 10 секунд буквально-таки осталось. Неужели зайдет рандом какой-то будет? Мне кажется, очень весело. И заходит Рубик четвертым пиком. Это саппорт, второй саппорт. Ну и по-настоящему заходит сюда он очень неплохо. Огромное количество спилов, которые можно воровать этому Рубику. И я думаю, он будет реализован на все 100%. И моментально Гоффом у нас забанили Лину. Просто моментально. Молниеносно. По сравнению с другими пиками и банами в этой стадии драфта. Ну что, теперь Инфол должны отвечать. Но у них 6 секунд дополнительного времени, поэтому нужно определяться гораздо быстрее, гораздо скорее. Неужели это будет фри-бан? Это будет очень весело. Но банят Брутмазер. Все-таки не хотят ее видеть. Такой неприятный хардлайнер, я бы сказал. Ну и, соответственно, ее отправили в бан. Ну что, мы ждем. Последний пик. Нужно сейчас брать хардлайнера. Команде Гоффом. У Инфол не хватает Гэри персонажа. Хотя могут отправить какого-нибудь и Феникса в миддл. Могут отправить тролля фармить. Поэтому довольно-таки много выбора у команды Инфол. Но, опять же, повторяю, что очень скоро мы это все узнаем. Кто куда пойдет и кто против кого будет стоять. Напоминаю то, что это пятый игровой день просмена Инфол против команды Гоффми. Минута 20. Хорошо. Последний пик. На последнем пике можно все дополнительное время использовать. Почему бы и нет? Что мы ждем? Легион Командер заходит. Ну вот теперь начинаются интересности у нас от команды Гоффми. Ну, допустим, Квин оф Пейн отправляется под миддл. Или же она может, кстати, отправиться в харду. Затем СФ у нас также может отправиться миддл или фармить в легкой. Может быть какая-нибудь агрессивная трипла. Ну, честно говоря, вариаций довольно-таки много. И поэтому гадать не стоит. Будем просто ждать. Ждать лейнапа. Что у нас решил капитан команды Гоффми. Ну и Вайпер заходит очень быстро. Пятым пиком. Такой Ауэр Пауэр персонаж. И возможно будет какая-то агрессивная трипла у нас от команды Инфол. То есть такие интересные пики, разнообразные по лейнапу. И все зависит от выбора команд. Главное не перемудрить. В данной ситуации. Кстати, Вайпер может отправиться под миддл. Тролль будет скорее даже фармить. А Феникс отправится в сложную линию. Мне кажется, что будет что-нибудь в таком стиле. Ну что, сейчас мы уже перейдем на карту. Игроки пока что потихоньку рассаживаются по своим персонажам. Ну что, ждем. Просто ждем. А пока что мы ждем. Вы можете подписаться на группу ВКонтакте. Это тут 2SLTVTournamentPage. Там вы сможете не пропустить анонсы на ProStar и Semiseries. Также все возможные анонсы по турнирам. Например, вот сегодня у нас турнир 1 на 1 на SF очень даже неплохой. И там можно проверить свои личные скиллы. Ну что, стандартная пауза в начале игры у нас от команды G of me. Вот вроде бы подключился у нас SF. Ну что, мы просто ждем. Почему бы и нет. Торопиться-то особо некуда. Да, ну и пока что у нас пауза. Продолжается пауза. Последний игрок у нас не подключается. Точнее, не берет своего персонажа. Это у нас Кенни. Играет сегодня в качестве стендина в команде G of me. У команды, кстати, AINFULL тоже имеется стендин. Это Абдурахмед. Саппорт. Рубик. Ну что, мы их просто ждем. Буквально-таки последний игрок остался. Но делать-то больше нечего. Буквально-таки последний игрок. А пауза все продолжается и продолжается. Видимо, какие-то неполадки у нас у игрока. Команда G of me. Ну и самое-самое, что неприятное, это то, что у нас пока что небольшое затишье в рамках прудоты. Да и не только. То есть, новостей особо их нету. Особо новых. Ну, допустим, последняя такая интересная новость. Это то, что Major All Stars закончился. Наконец-таки закончился. Ну что, мы продолжаем ждать. Так же параллельно на первом канале у нас сейчас идет игра ВП Поляр против команды НИП. Это у нас старая серия 12 сезона. Ну что, мы просто ждем. Пока что у нас возобновится игра. Хотя вот вроде бы, вроде бы готов продолжать. И возможно, возможно, сейчас мы уже будем смотреть за лейнапом команды. У нас даже Шейкер находится в полете. Прямо так. Интересно расположился, но вроде бы... Подключился. Ну что, возобновляется игра. Посмотрим за лейнапом команд. Напоминаю то, что это первая игра в рамках пятого игрового дня. Команда Ain't Fall против команды G of Me. Afterlife отправляется сразу же на топ. Причем на Легионе. Легион сложный. Это довольно-таки смелое решение. Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, саппорты просто пошли помогать... Забирать нижнюю баунтируну. Ну, и от команды Ain't Fall. Ну, здесь поле все стандартно. То есть, Феникс, как я сказал, отправиться у нас сложно. Вайпер пойдет на миддл лейн. Ну, и триплав легкой фармить будет трой. Соппортить будет Винга. Соппортить будет Рубик. Легион поставил уже здесь вард. Очень быстро. Не успели добежать даже Ain't Fall до этого места. Ну, и сейчас заходит Феникс. У Феникса есть один обсервер. Уже поставил. Все хорошо. Проблем вроде бы даже нет. За Фениксом. Ну, видели его прекрасно. Теперь есть предположение, что... Все-таки посыл куда-нибудь этот апселевр вард назойливый, который будет мешать игрокам G of me. Ну, и, соответственно, Фениксу будет помогать выживать. Да, ну и в итоге на топе у нас под контроль. Это Ain't Fall. Баунтер, ну, ну, а внизу... Пытался что-то придумать Феникс, но... СФ все-таки забрал. Баунтер, ну, и тем самым заработал 100 голды. Ну, и мне очень интересно, отправится ли Даззл на топ, помогать легиону, или же это легион будет, который сложный. Соло-сложный легион. Очень по-настоящему смелое решение, потому что реализация такого легиона крайне сложна. Ну, и сейчас он подступил прям мага, и... Линия будет идти... В сторону... Этого самого легиона. На топе уже пытались как-то продамажить Феникса. Довольно-таки сильно, кстати, продамажили. У него 7 тангусов, и... Пока что у него проблем не будет. Здесь у нас... Винга зашла. Очень наглого во вражеский лес. Сентряк. Ну, и просто блочить спауны, чтобы СФу... Было здесь неприятно. Вот, легион стоит. Давайте посмотрим вообще реализацию такого легиона на early game, прям на второй минуте. Ну, и посмотрите, подойти-то особо не может тут, хотя... Крипа давил, ну, потому что отошел у нас Рубик. И делает отводы. А тем временем, Винга здесь гуляет и... Расставляет сентряки, которые блочат спауны. Шейкер буквально-таки в погоне. А, и месса гораздо больше у этого шейкера. Здесь есть топоры. Ну и да, легион просаживается довольно-таки сильно. Винга перемешается все-таки на топ. Ну и да, видимо, легиона отправили именно в харду. Здесь вот имеется один вард, а больше ничего. То есть... Мне кажется, что этот легион будет всю игру терпеть. Ну, по крайней мере, пока что будет стоять на топе против троих. ССФ очень сильно начинает просаживаться. Хотя по крепстату идет очень даже неплохо. 9 на 4, в то время как у Вайпера 6 на 0. И начинает насстреливать. 200 хп у него остается. Можно, в принципе, дальше идти. 140. Есть фисурка. И фисурка, в принципе, подсевила всю эту ситуацию. Ну, для ССФ. Соответственно. 180 хп. Легионка делает отволи. Феникс очень сильно просел, но первый скилл пока что спасает. Был бы чуть-чуть побольше демеджа, были бы серьезные проблемы у нашего Феникса. Шекер выдвигается на топ. Ну, или точнее, просто зацепить как-то вайпер. У Вайпера 217 хп. В принципе, можно накидать фисурку. Есть мона. Ну же. Отрезает путь Вайпера. Но продолжения никакого. На топе у нас все-таки забрали Феникса. На боте, прошу прощения. И тазл с дабл демеджем. Неплохая реализация. Хотя, в принципе, сейчас может погибнуть. Но, нет. Все-таки хилл спас. Здесь у нас проблема у Легиона. Есть Телекинез. Стан очень сильно просаживает 125 хп. И тролль топорами своими добивает. Чет 1-1. Максимально быстро сравняли счет. Ну и да. Вот просто Феникса переконтрили. То есть, там, видимо, напал у нас. Квин оф Пейн. На Феникса тот делает первый скилл. И Карус. И за ним здесь дазл, у которого дабл демедж. Крайне неприятно. Ну и счет 2-2. На меде уже успели разменяться. Вайпер. И СФ. Но СФ выиграл эту дуэльку, можно сказать. Что убил немножко пораньше. Соответственно, получил опыт. Получил выгоду большую для этой дуэльки. Легионка. Со стрелами. Стрелы на двоечку. И уже третий уровень. Пока что ничего не качает. Здесь у нас подконтролили сейчас руну невидимости. Внизу Квин оф Пейн подобрала баунти руну. Все-таки имеется у нее банк. И поэтому ухиляция есть чем теперь. Сейчас у нас Шейкер. Подошел. Очень даже агрессивно действует. По-настоящему его сейчас увидели. Теперь он отходит. До сих пор, кстати, первый уровень. Пиквец здесь у нас дазл. Можно попытаться как-то продамажить Фениксу. Феникс, кстати, хилл закончился. Квапа вырывается, но здесь уход. На миде продолжается размен дэмэджа между СФ и Вайпером. Есть Койл, точный причем Койл. Фиссурка попадает. 200 хп у него остается. И продолжения-то никакого не будет. Потому что за Т1 Тауэр идти пока что рановато. На отводах стоит Рубик. Получил третий уровень. Ну да, ну и у саппорта Фейнфолл, мне кажется, ситуация немножко поприятнее. То есть тут Винга, которая стоит рядом с Тролем. Рубик, который фармит на отводах. Ну а у команды G of Me есть Дазл, который стоит на лайне вместе с Queen of Pain. И Шейкер, который гуляет. Просто такой ровный саппорт. Кстати, у него один вард уже имеется. Обновил здесь, видимо. Да, именно так. Феникс. Есть Пойзон, есть Кинжальчик. Просто прилетел, сразу получил огромное количество спилов в лицо. Ну, неприятно, конечно. Купил, кстати, себе Танго. Рисует план Капкан на карте. Отпивается Вайпер. Да, все-таки с меньшей половиной ХП стоять на лайне максимально неприятно. Ну и Легион Коммандер. Посмотрите, как Саивава стоит все-таки. Да, идти куда-либо очень опасно. Шейкер. Пытался выйти дать фисурку, но... Не получилось. Успел среагировать Вайпер. На реакции парень. Есть Денай, есть Бимани. Под смоками Винга с Рубиком. И Шейкер будет встречать вот эту двойку, хотя и оббегают. Или выжидают, скорее даже выжидают. И будут цеплять сейчас Шейкера. Шейкер выходит, видите, прекрасно, есть Танго Твинги. Телекинез. Все главное по таймингу, есть Койл. Ой, какая неприятная фисурка, минус Винджи Фулл Спилит. Погоня за Шейкером, 26 ХП. Вайпер. Есть Пойзон, и Пойзон спасает этого Шейкера. Сейчас еще могут попытаться забрать кого-нибудь здесь. Вайпер. Начинает просаживаться, 490 ХП. Здесь у нас Рубик, Рубик в спине. Нет, нет, все нормально. Винга. Поставил Апсервер Вард, есть ВФ Террор. Пытается заспить Вайпера. Очень хорошая, кстати, фисурка была. Ну, не для Вайпера, точно. Очень сильно все просаживаются. Куэлла пытается дальше кидать. СФ. Кулдаун через 2 секунды, и проблема у Винги. Да, погибает Винга. Вайпер остается 103 ХП. Ну и в итоге за место не в пользу. Команда Инфол, минус 2. Два раза забрали у нас в итоге Вингу. Счет 0-2 у этой Винги. И проблемы. Проблема у нее однозначно. Восьмая минута игры. Топ Крипстат. У нас это Тролль. Тролль стоит на топе. И буквально-таки фрифармит. Ну, на первой минуте там была какая-то агрессия. И Тролля проблемы. Серьезный КВП врывается. Как же сильно просаживается землянг с КВП. Есть, конечно, Морбид Маска, от которой он буквально прохилился и успел забрать регион Командера. И Рубик еще неплохо помог. СФ. Куэллами фармит. 113 ХП имит с у Тавара. И Тавару нужно дефать. И Тавару не задефали. Была тычка, кстати, от Винги. Но Крипы стороны Радиент сумели добить. Винга. Активно контролирует. Руны у нас, кстати, запустые инфол сейчас. Что Рубик, что Винга. Подобрали эти самые руны. Шейкер. Шейкер. Идет куда-то под топ. Есть ультраля, который просто фармит лесных Крипочков. А там у нас сейчас перетягивается Винга. Также здесь имеется Феникс. Есть также Рубик. На меня продолжает стоять Вайпер. Вайперу пришла Аквила. Есть также банка. Здесь у нас Феникс. Дуэлька. И выигрывает дуэльку Легион. По-моему, это первая дуэлька. Да, еще и забирает Рубика. Погоня за Вингой. И Винга не должна отсюда бы уходить. Стан еще через 4 секунды. Ну и да, даже кинжальщик неохота тратить. Дабл килл оформляет для себя. Троллер скидывает топоры. Очень сильно просаживается Легион. И в итоге просто раскатит этого тролля. Это минус 4 для команды Эйнфол. Один Вайпер остается на миде. Но он даже никак не будет содействовать на топе. Потому что погибать не хочется пока что. На нижней линии Феникс возвращается. Ну, конечно, кулдауны. В таверне они очень малы на данный момент. Все-таки у нас 10-я минута игры. А счет-то уже 9-3 в пользу команды G of Me. Смотрим, есть банка. Медалька появляется у Даззла. Очень, кстати, хороший артефакт. Для такой пятерки, которая очень хороший физдэмэдж наносит. Ну и сейчас один Даззл прогоняет Феникса. Феникс 6 уровня. Что у нас у Даззла? У Даззла тоже 6 уровень, кстати. СФ начинает аббрессировать. 70 на 16. У него Крипстат на 10-й минуте. Это очень хороший показатель. В то время как у тролля, который стоял на топе, у него 59 на 16. Но тролля уже успели 2 раза убить. У Квинов Пэйна она на 3-м месте. 46 крипов и 16 динайв. Довольно-таки солидно просела. Здесь под инвизом СФ. Могут начаться проблемы. Как же близко стоять. Отличная физурка. Койл, второй койл. Минус венга. Рубик отпивается пока что флажкой. Квапа. Кинжальчик по троллю. У тролля серьезные проблемы. Все-таки замедление имеется. Еще и фейзы на кулдауне. Да, но и не стал дальше бежать. Соответственно, сейчас его будут принимать в лесу. Рубик. У Рубика телекинеза нет. Попадает физурка. Здесь еще и феникс. Феникс без супернового. Маны-то нету. Погибает все-таки тролль. Феникс пытается как-то воевать. Очень сильно просел на ССФ. 300 хп. Отпивается банкой. Стан. Дуэлька. Вторая дуэлька для легионки. Это минус 3 для команды. И инфол. Еще и на лоу хп отходит у нас феникс. Феникс пытается воевать. Отличный влет от квапы. Вайпер последний остается. Начинает наплевывать на Квин оф Пейн. 460 хп. Есть кинжачки. Есть поясы. Ну и здесь погибает вайпер. 100 мс. Это очень мало. Трипл килл оформляет для себя Квин оф Пейн. И в принципе это фуллмен. 5-тим вайп. Исполнение команды инфол. Просто в пятером по очереди отдались. Посмотрите на файт рекап. Видим изменение по голде. Аж за 2000. По опыту 3000. Ну да, очень неприятная ситуация для инфол. 15-3 счет. 12-ая минута игры. И по нетворсу сразу мы видим то, что наш эссет находится на первом месте. С него Бла, Баклер, прошу прощения, заговариваюсь немножко. Боттл. И ПТ. Также имеется Мэджик Вонт и Аквилла. На втором месте Квин оф Пейн. Есть поинт бусер. Максимальный и быстрый будет выход в агоним. От этой самой квапы. Ну и на третьем месте у нас тролль. У тролля до сих пор одна морбит масочка и фейзы. Больше ничего нету. Шейкер. Перетягиваются на топ у нас все игроки. Команды G of Me. И видимо будут забирать Т1 Тауэр. Здесь у нас находится тролль. Находится Рубик. И в лесу очень близко находится Винга, которая делает... Сейчас непонятно на что. Но видимо просто фармит лесные спауны. Здесь у нас проблемы у квапы. Начинает накидывать. Есть дуэлька от легионки. Третья дуэлька уже. Ну и Рубик здесь тоже погиб. Куда же без него. Печальная ситуация. Потому что так вот просто вдвоем отдаваться. Это очень так... Неприятно. Еще и Варт имеется, который сейчас видит все подходы. Видит сейчас прекрасно Вингу. Вайпера и Феникса. Феникс будет врываться с Суперновы. И его мне кажется контрить будут в первую очередь. Вапа врывается. Здесь есть фиссурка. Очень сильно просаживается Вайпер. Койл. Второй Койл. Супернова от Феникса. Феникс погибает здесь 100%. Винга последняя остается. Рубик уже пришел обратно. ГГ прописывает у нас Плум. Из Эйнфол. Это 13-ая минута игры. Еще 23 в пользу команды G-OF-Me. Неужели это победа на 14-ой минуте? И трон у нас падает. 14-ая минута игры. Еще 23. Команда G-OF-Me зарабатывает первое очко в рамках Pro Series 12 сезона. Ну а что, дорогие друзья. Сейчас у нас будет пауза довольно-таки длинная. Но мы никуда не приключаемся. Потому что у нас замечательный музыкальный плейлист. И следующая игра у нас будет это Энзе против команды DPVZ. 19-30 по сету. Это плюс 1 по Киеву и плюс 2 по Москве. Поэтому никуда не переключаемся. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...